Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу попытаться снять видео с минимальным монтажом, с комментариями по ходу действий о том, как мы инкубируем артемию из науплей. Это обычная процедура при разведении различных видов рыб, в том числе дискуссов. И мы не изобрели ничего сверхнового, просто делаем это немного по-другому. Возможно, кому-то пригодится наш опыт. Этот способ подходит, если у вас небольшое количество малька, 1-2 нереста. Ну что, вот я вошел и сразу проверяю рыбу. Здесь уже свет горит, он автоматически включился. Но сейчас еще рано, 7 часов 40 минут, и свет не должен был включиться. Я его включил на подъезде для того, чтобы рыба не пугалась. Так, вот в этом аквариуме абсолютно все ненормально. Мутная вода, я его не просматриваю насквозь. Это очень плохо все. Я беру вот такую табличку и ставлю знак «Мне кормить». С одной стороны и, на всякий случай, с другой стороны. Так, здесь все в порядке. Здесь тоже. Одним из индикаторов является запах. Запах нормальный. И теперь я должен посмотреть, есть ли у нас кого кормить Артемии. А это у нас прячется вот здесь, за этой шторочкой. А за шторочкой у нас что? Белая пластиночка. Убираем шторку. Потихонечку убираем пластинку. Видим блю даймондов. Видим мальков. Чуть-чуть снимем. Да, мальки подросли. Вот они. Не так их много и у меня впечатление, что их количество уменьшается, к сожалению. Здесь у нас Артемия. Значит, мы закрываем эту лампочку на ночь вот таким вот образом картонкой. Это мы делаем вообще всегда для того, чтобы была подсветка для рыб, чтобы они не оставались никогда в полной темноте. Потому что рыба иногда стрессует. И результатом может быть даже гибель рыбы. Сейчас я ее убираю. И вижу вот эту импровизированную такую установку для производства Артемии. Значит, здесь вы видите коробочка с Артемией, в которую добавляем по мере убывания Артемию на двое суток примерно. Для того, чтобы после морозилки она пришла к комнатной температуре. Так выход повышается. Далее, здесь вот компрессора стоят. Два компрессора и распылители через гребенки. Вот гребеночки. И ведем мы такой журнальчик. Посмотрев в этот журнальчик, я сразу вижу, что сейчас у меня идет третья бутылочка. Вот здесь видите. Третья бутылочка, вот она. Значит, я снимаю крышку. Убираю распределитель воздуха. И включаю на 15 минут таймер. Вот, 15 минут уже выставлены. нажимаем старт время пошло для того чтобы артемия осела на дно я опускаю бутылку лампочку вниз бутылки именно вот так для того чтобы артемия села нам было ее удобно собрать в тоненьком горлышке и чтобы на просвет было хорошо ее видно так и у нас хорошая новость здесь очередная вот эта парочка на меня отвлеклась так сейчас я сделаю еще два подхода для забора артемии видеть там скопилось еще достаточно много рачков сейчас уже совсем пустую жидкость с небольшим количеством ценного продукта вот что-то мутное есть клавает и скачет даже все идем промывать и чистить ее так сейчас я сделаю еще два подхода для забора артемии видите там скопилось еще достаточно много рачков сейчас уже совсем пустую жидкость с небольшим количеством ценного продукта вот что-то мутное есть клавает и скачет даже все идем промывать и чистить ее жизни и скачет вообще лиха а счастье летом тем что-то заняться артемии мою руки ополаскиваю потому что я занимался другими аквариумами и теперь применяем метод двух пальцев или трех пальцев значит сейчас у нас не раскрывшиеся яйца артемии вот здесь вот по краешку скопились хотя их особо не видно но если взять луку и посмотреть то можно увидеть я беру три пальца в данном случае да потому что здесь немножко три или четыре миллиметра до поверхности мне надо вытеснить этот объем и верхнюю верхний объем воды слить до сюда ушло немножко артемии но окей я покормлю этой артемии меченосцев теперь я это дело поднимаю и сачок мелкий сачок открою вам большой секрет с чего сделать такой сачок берете проволоку скручиваете каркас это делается очень просто это рассказывать подробностях не буду есть попросите валера вам покажет вот я сливаю но не сливаю самого дна опять же там где мусор вот он серый мусор у нас есть меченосцы которых можно покормить вот этим ну или других мелких рыб без разницы даю водички стечь так как плохо течет я вот так вот делаю в чем лайфхак вот это материал от масок для лица после коронавируса все познакомились с тем что такое маски там трехслойный материал у обыкновенной самой дешевой маски и надо отделить один слой из него сделать артемии не проходит все очень хорошо теперь я промываю в сачке отделяю артемию от краев чтобы она была в центре промою несколько раз и вот беру чистый стаканчик второй раз промываю вымывается соль вымывается всякие другие посторонние вещи этот стаканчик я наливаю воды вот так примерно не полный но и больше половины чтобы было удобно поймете для чего вот я промыл выключил дожидаясь пока стечет вода промывочная если не стекает до конца прикоснитесь просто пальцем к материалу и она стечет вот получилась хорошая артемия это вот такая артемия на как маслица такое видите поблескивает теперь я выворачиваю эту артемию в этот стаканчик водичку можно было налить еще немножко поменьше воды для того чтобы можно было смыть я сейчас и так там у меня чуть-чуть есть запаса маленькую стручку открою и вот так смою чтобы не терять артемию все теперь сачок промываю хорошенечко чтобы не остались мертвые они умрут неизбежно рачки если останутся здесь и вешаю сушиться и не ждать следующего раза а этот стаканчик ставлю отстаиваться а вот это несу меченосцам меченосцы нерестятся они живо родящий делают это непрерывно и мартемия самый раз смою еще немножко и взрослые вполне могут кушать артемию теперь как мы заряжаем вот у меня здесь отстаивается за это время я могу перезарядить вот у нас будильник прозвенел я выливаю остатки от артемии выключаю будильник сейчас мы быстренько подготовим промываю вот таким вот образом пальцы горлышко стеночки все это легко моется потому что неприлипшая свежая грязь наливаю воду тепленькую у нас нет центральное водоснабжение это стоит бойлер поэтому вода теплая такая же по качеству как холодная я и могу спокойно пользоваться значит вот я налил ставлю туда на установку и бросая насыпаю соль я бросаю таблетки и сразу опускаю я еще не бросил таблетки я сразу опускаю воздушный камень я убираю лампочку снизу бутылки вешаю сверху просто она прикасается бутылок так как она немножко греется хоть светодиодная она лучше чтобы там не оставалось по пути я увидел что красные рыбы пошли метать клюют пластинку субстрат вот я взял три таблетки и закидываю вы не видите но я вам потом покажу и теперь вот здесь в этом стаканчике на дне собралась нераскрывшаяся артемия сейчас я попробую вам это показать я направлю вверх стаканчик тихонечко подниму и надеюсь будет видно вот здесь видите такое колечко темное вот это я должен оставить в этом стаканчике а нормальную артемию перенести в другой что для этого я буду делать значит надеюсь что попаду в кадр значит беру вот здесь белая стенка это удобно и вот так вот лью лью ровной струйкой я сначала лью достаточно быстро немножко повернуть чтобы вам было виднее но когда уровень воды достигает донышко я начинаю лить медленно 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 для того чтобы артемия нераскрывшаяся которую мне надо отделить не взболталась и ползла по дну сползала вниз в угол в нижний угол на дно стаканчика таким образом я сливаю почти до конца поднимаю выше для того чтобы мне видеть нижний край сливающейся воды и когда пойдут черные хлопья я остановлюсь стоп все вот это меченосцем вот это оставляем еще раз стоять и процедуру повторим прошло пять минут артемия отстоялась вот чистый стаканчик давайте посмотрим на донышко это будет у нас после уже одной чистки мне не видно скажите есть там не вылупившиеся яйца я вас не слышу да есть но пятно теперь такое полупрозрачное более тонкое понятно что не вылупившихся яйца гораздо меньше сейчас мы будем отделять направлю сюда надеюсь вам будет видно если не видно вы говорите мне вслепую очень трудно вам показывать вот я опять лью побыстрее дошло до начала донышко вот здесь сверху и я уменьшаю струйку но струйка желательно должна быть непрерывной и не раскачивать стаканчик сейчас я разговариваю из-за этого у меня организм трясется мне немножко сложновато поднимаю вверх и смотрю чтобы грязь не пошла все это мяченосцем а это на третью стадию если она понадобится как решить понадобится или не понадобится я вам уже показал то есть смотрите на донышко если есть серые не вылупившиеся яйца значит декантируете еще раз если нету все вперед наливать в аквариум с мальками наливаю я обычно порциями и с самого дна не сливаю потому что там опять же могут быть еще отстоявшиеся яйца поэтому я не перемешиваю когда наливаю и в конце там самое густое мы повторяем процедуру до максимальной очистки чем меньше малек тем важнее хорошо очистить артемий и затем переходим к кормлению приливая артемий небольшими порциями выключив циркуляцию одновременно подкармливаем родителей спасибо за внимание если вам понравилось подайте нам знак подпишитесь на канал и поставьте лайки тогда мы будем снимать еще до следующих встреч устанавливаем бленд